Вертолёт Жителям города Колпино уже много лет знакомо и привычно такое название как вертолёт. Народная молва окрестила так перекрёсток бульвара Трудящихся и улицы Веры Слудской. На маршрутках так и указывается название остановки Вертолёт. Но теперь уже не все знают, откуда появилось такое название и считают присутствие настоящего армейского вертолёта на этом пятачке колпинской байкой. Но это не байка, а чистая правда. Наверное, стоит напомнить историю того самого вертолёта. А иллюстрировать наш рассказ мы будем довольно известными фотографиями жителей нашего города, которые доступны сети интернет, а также уникальными видеокадрами из личного архива Евгения Запорожченко, которые он любезно разрешил использовать в нашем видео. Кто-то, быть может, найдёт себя на этих исторических кадрах. Кстати, одна из фотографий вертолёта, блуждающая по интернету, является подделкой. Обратите внимание на зеркальное отображение бортового номера. Так и ижорский телевизор попался на поделку в одном из видео, выдав его за настоящее фото 90-х. А это не так. Фотошоп. Итак, в конце 80-х годов появилась идея создания музея под открытым небом. Инициатором создания музея при СПТУ-6 выступил Иван Семёнович Рощенко. А по инициативе Александра Александровича Селезнёва, он руководил центром Кочур, в Колпино был доставлен вертолёт Ми-6 с бортовым номером 68. Боевая машина принимала непосредственное участие в обеспечении ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Вертолёт прилетел своим ходом в сопровождении вертолёта Ми-8 с аэродрома Прибылова. 21 марта 1989 года он приземлился на поле в районе нынешней АЗС ПТК на Заводском проспекте. Руководство посадкой осуществлял сам Александр Александрович Селезнёв из окна своей квартиры на 9 этаже дома 48, используя телефонную связь с руководителем полётов аэродрома Пушкин, а в те времена, конечно же, ещё проводную. При этом руководители полёта связывались с экипажем машины по радиосвязи. С поля Ми-6 был обоксирован трактором Кировец на своё последнее место стоянки X-PTU-6. Во время боксировки пришлось даже поднимать провода уличного освещения над вертолётом. В разные периоды времени в Ми-6 находились в видеосалон стрелковый тир, но в результате нескольких поджогов вертолёт непоправимо пострадал в начале 90-х годов. Боевая армейская машина выдержала испытания службы в районе боевых действий, но, к сожалению, не выдержала стоянки в каменных джунглях. Надо отметить, что установка боевой машины в Колпино не уникальный случай. Например, в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре также был установлен вертолёт, в котором некоторое время работал детский видеосалон, но судьба его аналогична колпанской машины. Вертолёт сгорел, и его также разобрали без следа. Ми-6 остался с нами в топониме «Вертолёт», и даже в стихах. И незримо присутствует с колпинцами уже не один десяток лет. Можно припомнить такой бородатый анекдот в тему, который поймут только жители Колпино. Приехал как-то русский мужик в Лас-Вегас в казино поиграть. Ну и так получилось, что выиграл кучу денег. На радостях выпил, конечно, и выходя из казино ловит первое попавшееся такси. С рулём негр. Говорит ему «Давай, вези меня в Колпино». Тот не понимает, отнекивается, блаболит что-то. Мужик ему снова «Вези меня в Колпино». Негр уже просто в панике, перечисляет ему «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» и так далее. Типа не знаю, что такое Колпино. Мужика это достало, он больше ни слова не говоря кидает таксисту несколько охапок денег на колени. Негр минуту смотрит на деньги, а потом на чистом русском. Тебя, мужик, куда? В новый район или к вертолёту? Такая вот грустная история. Будем очень рады, если кто-то узнал для себя нечто новое из этого видео. Если так, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на Нижерский телевизор. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok